Альберт Эйнштейн Сегодня, после столетий научных исследований и дискуссий, наука продолжает искать объяснения, возможно, самой великой тайны во Вселенной. Как нам объяснить происхождение, многообразие и сложность жизни на Земле? Вы знаете, это всегда вопрос большой важности. И я думаю, что есть два основных объяснения. Два конкурирующих мировоззрения, которые привлекли наибольшее внимание и, откровенно говоря, вызвали больше всего споров. Первое мы можем назвать научным материализмом. Эта точка зрения заключается в том, что жизнь является результатом физических взаимодействий между материей, энергией и слепыми, не направляемыми никем процессами. Такими, как естественный отбор. Это фактически есть основа Дарвиновской теории эволюции. Второе мировоззрение основывается на том, что каждый живой организм является результатом определенной цели, плана и созидающего разума, существующего вне материального мира. Таким образом, перед наукой стоит задача определить, какая из этих противоположных идей истинна. Сегодня я бы сказал, что большинство биологов поддерживают идею о том, что вся жизнь возникла в океане, а затем постепенно эволюционировала от простого к сложному. Кораллам, медузам и акулам, и в конечном счете к человеку. Но если вы действительно изучаете царство животных, их невероятное поведение и устройство, я думаю, существует множество серьезных свидетельств, которые бросают вызов материалистической точке зрения. Свидетельства, указывающие на наличие цели, дизайна, воображения. Их несложно найти, на самом деле они повсюду, просто ожидают, когда их откроют. Так что садитесь в лодку, отправляйтесь на пляж, двигайтесь по воде, плывите под водой, и вы увидите дизайн. В прибрежных водах Южной Калифорнии плотность дельфинов на квадратную милю самая высокая на планете. У нас здесь огромные стаи, до 10 тысяч дельфинов. Это похоже на то, как если бы оказаться в самом центре табуна бегущих лошадей, а не просто... Это очень красиво, захватывает дух. И когда вы увидите это, то никогда не забудете. С 1994 года капитан Дэйв Андерсон владеет и управляет одной из самых успешных компаний по наблюдению за дельфинами и китами в мире. Он посвятил тысячи часов изучения дельфинов у побережья Танна-Пойнт в Южной Калифорнии. Они подплывут прямо к нашей лодке, чтобы покататься на волне давления, создаваемой лодкой, движущейся по воде. Мы называем это верховой ездой или лодочным серфингом. И когда они появляются, это потом тому, как «Эй, мои друзья здесь, вы знаете?» И это просто замечательное чувство. Дельфины живут в малых или больших стаях, и у них есть удивительная социальная структура, которая позволяет им действовать вместе, как команда. Они живут большими стаями также и в целях безопасности. Очевидно, что количество дает безопасность. Так они могут быть на виду друг у друга. А кроме того, когда их несколько, им легче искать рыбу для кормежки. Когда гидрофонный кабель буксируется через океан, динамика стаи становится еще более очевидной. Я имею в виду, что мы можем услышать стаю за многие километры. И когда дельфины приближаются к кабелю, звуки становятся невероятно громкими. Так вот, дельфины общаются друг с другом посредством свиста, а затем они издают щелчки. И с помощью щелчков они отыскивают свою добычу. Характерные щелчки животного имеют решающее значение для его выживания. Мир дельфина — это зачастую мир с ограниченной видимостью. И мгновенное распознавание пищи, союзников или врагов зависит от других сенсорных механизмов, а не от зрения. Вы не видите очень далеко под водой, но звук под водой распространяется в 4 раза быстрее, чем в воздухе. Поэтому они могут использовать звук, чтобы видеть. Эхолокация или биосонар — это сложная биологическая система. Дельфины используют ее так же, как подводная лодка применяет гидролокатор для навигации в среде, где видимость минимальна или вообще отсутствует. С помощью общих терминов эхолокацию дельфина можно описать следующим образом. Животное производит серию низко- или высокочастотных звуков, которые передаются через его лобную область. После того, как эти звуковые волны достигли объекта, отраженный сигнал возвращается обратно. Чем больше расстояние до объекта, тем дольше идет отраженный сигнал. Когда дельфин получает отраженные сигналы, в его мозге формируется изображение объекта, его местоположение, размер и скорость передвижения. Когда они охотятся за рыбой, они могут войти в огромный косяк и нацелиться на одну единственную рыбу. И они будут преследовать ее, пока не поймают. И если эта рыба выпрыгивает из воды, дельфины выпрыгивают вместе с ней. Эхолокация требует наличия нескольких составных частей. Каждая создана для выполнения определенной функции. Объединенные вместе, они формируют самую эффективную систему эхолокации на Земле из всех существующих естественных или искусственных. Поднявшись на поверхность океана, дельфин выдыхает, а затем делает быстрый вдох. В тот момент, когда животное погружается в воду, дыхало плотно закрывается, и тогда вдыхаемый воздух устремляется через носовые проходы к легким. Движущей силой для генерации звука является гортань, специальный орган, выстланный мышцами, который напоминает поршень. Он контролирует поток воздуха через сдвоенные проходы в черепе, каждый из которых закрыт выдвижной пробкой. Когда гортань поднимается вверх, носовые пробки автоматически открываются, и воздух свободно перемещается к двум наборам клапанов, называемых звуковыми губами. Звуковые губы являются основными генераторами звука, предназначенные для работы как поодиночке, так и вместе. Когда сжатый воздух ударяет в губы снизу, они быстро вибрируют и производят последовательности высоко- и низкочастотных щелчков со скоростью до 2000 щелчков в секунду. Это действие, которое можно сравнить с вибрирующими губами трубача, дующего через мундштук своего инструмента. Как только воздух проходит через звуковые губы, он накапливается в паре воздушных мешочков. Когда эти мешочки заполнены, они быстро сдуваются, поскольку мышцы выдавливают воздух обратно вниз по системе, мимо открытых носовых пробок и обратно в нижние полости черепа. Реагируя на изменение давления, гортань втягивается, создавая пространство для рециркулированного воздуха. Когда полость черепа заполняется, гортань поднимается, чтобы увеличить давление воздуха. Это приводит к открыванию носовых пробок и начинается новый цикл щелчков. Рециркулируя вдыхаемый воздух, дельфин может задержать выход на поверхность для следующего вдоха. Таким образом, он может продолжать эхолокацию более 10 минут. Вся эта система функционирует с удивительно точными сбалансированностью и регулировкой. Каждый компонент должен работать в совершенстве в пределах доли секунды. Эффективность производства звука также видна в передаче щелчков, направленных к потенциальным целям. Звуковые волны, производимые звуковыми губами, отражаются от воздушных мешочков и костей в черепе, а затем проходят через жировую линзу, орган которой занимает большую часть лобной области дельфина. Жировая линза очень гибкая, и ее форма регулируется для тонкой настройки передачи звука в соленой воде. Это акустическая линза. Она фокусирует звуковые волны в конусовидные пучки. Жировая линза может концентрировать звуковую энергию в 4 раза. Когда звуковой пучок попадает в рыбу, он отражается, и начинается третья фаза эхолокации. Обратные эхосигналы улавливаются и направляются через зубы и нижнюю челюсть дельфина, которые служат антеннами. Сигнал усиливается, проходя через большие скопления ткани на челюстной кости, и далее к устройствам в среднем и внутреннем ухе. От внутреннего уха сигналы передаются по слуховым нервам в мозг, где они анализируются в течение миллисекунд. Дельфин интерпретирует эти данные, чтобы получить трехмерное изображение объекта, полное с детальной информацией о его скорости, текстуре и форме. Насколько хорошо работает эхолокация? В контрольных испытаниях дельфин может определить разницу между мячом для гольфа и мячом для пинг-понга, исключительно на основе плотности каждого объекта. И на морском дне он может отыскать мелких рыбешек, которые зарылись в песок на глубину от 7 до 15 сантиметров. Дельфин может найти свой завтрак на дне бассейна с завязанными глазами. Он может видеть объекты насквозь. Это удивительное устройство. Если бы кто-нибудь изобрел нечто подобное, и оно работало бы так же хорошо, как и у дельфинов, то такой человек заработал бы миллиарды долларов. Давайте подумаем, что мне необходимо для создания такого эхолокатора. Мне нужно произвести звук. Это раз. Я должен передать его. Это два. Я должен вывести его в окружающую среду. Хорошо, теперь ко мне приходит отраженный сигнал, который я должен принять. Но этого недостаточно. Мне необходимо его обработать. Я должен взять эту входящую информацию и превратить ее во что-то, что я действительно могу использовать и понимать. Создание звука, его передача, прием отраженного сигнала и его обработка — все это необходимые элементы эхолокации. И если вы уберете хоть один из них, к примеру, передачу звука, не имеет значения, присутствуют ли у вас другие три элемента. Вы теряете систему в целом. Сложность задачи построения законченной системы возрастает, когда четыре фазы эхолокации разбиваются на отдельные составляющие. Для того, чтобы создать весь механизм, каждая из сотен отдельных необходимых частей должна быть интегрирована в целое и полностью функционально, и причем все одновременно. Итак, у вас есть все эти отдельные компоненты для эхолокатора. Но каким образом дельфин узнал, как пользоваться этим оборудованием? И здесь срабатывает инстинкт. Дельфины получили не только аппаратуру, но и руководство по эксплуатации вместе с ней. Инстинкт — это набор инструкций о том, как использовать оборудование, и дельфин обладает им с рождения. Все это происходит автоматически. Вся система идеально устроена, как будто смотришь на нее и говоришь, «Конечно, все так и должно работать». Так вот, довольно трудно поверить, что все это произошло случайно в результате естественного отбора, особенно когда каждая отдельная часть совершенно бессмысленна без целого. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Каждый из этих только что вылупившихся детенышей морской черепахи меньше, чем ладонь ребенка. Тем не менее, они собираются предпринять путешествие, которое продлится в течение десятилетий и охватит расстояние в тысячи миль. Это странствие богато свидетельствами цели и дизайна. После того, как черепахи инстинктивно, очень быстро пересекут пляж, они будут плыть почти без остановок следующие 48 часов, пытаясь избежать встречи с хищными птицами, крабами и рыбой. ПЛАВАЮЩИЙ ВДОЛЬ БЕРЕГА Но сиюминутное выживание — не единственная их цель. В течение первых двух дней они проделают важнейшую подготовку к тому, чтобы провести остаток своей жизни в открытом море. ПЛАВАНИЕ В ОТКРЫТОМ ОКЕАНЕ это не совсем непростое дело. ПЛАВАНИЕ В ОТКРЫТОМ Поэтому с момента влупления в голове черепахи запрограммированы элементы, которые рассказывают ей не только о том, что ей нужно знать, но и о местах, куда ей необходимо отправиться автоматически. Это здесь. Это находится в системе. Морские черепахи мигрируют через Атлантические, Тихие и Индийские океаны обычно в одиночку и без помощи заметных визуальных ориентиров. Для навигации они полагаются на биологический механизм, предназначенный для взаимодействия с невидимым экраном, который окружает нашу Землю. Наша планета постоянно бомбардируется высокоэнергетическими частицами, которые испускает Солнце. Мы защищены от этого смертельного потока магнитным полем, которое простирается более чем на 60 тысяч километров в космос. Это явление можно сравнить с огромным магнитом, силовые линии которого устремляются вверх из южного полушария и охватывают всю Землю. Каждая линия проходит через определенную точку на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью магнитное поле является самым сильным на полюсах и самым слабым на экваторе. Все они создают четкую картину, которую можно изобразить в виде координат широты и долготы любой точки на планете. Мы думаем, что с момента влупления они могут фиксировать магнитные поля. Они способны определять как интенсивность магнитного поля, так и угол наклона силовых линий для конкретного места гнездования с определенными значениями широты и долготы. Как только черепаха зафиксирует геомагнитные координаты места своего рождения, она начинает путешествие, которое приведет к местам, где она будет кормиться на протяжении всей своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, этот домашний ареал может быть коралловым рифом в Доминиканской республике более чем в 1600 километрах от места рождения. По мере того, как детеныш проплывает через Карибский бассейн, он продолжает фиксировать серии координат на магнитной карте, унаследованной от рождения и хранящейся у него в мозгу. С того момента, как черепахи попадают в воду, они воспринимают магнитные поля во время плавания. Таким образом, они, несомненно, запоминают путевые точки вдоль линии своего дрейфа в течение первых двух лет или около того. И это те путевые точки, которые, по сути, они будут использовать в обратном порядке, когда покинут места кормёжки 15, 18, 25 лет спустя, чтобы вернуться в места гнездования. Развитие молодой черепахи от вылупившегося детёныша до молодой особи включает в себя всё большую зависимость от множества внутренних компасов, встроенных в её голову. Микроскопические клетки, обогащённые кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, ориентируясь в направлении на север. Это крошечный магнит, и, что характерно для магнетита, он будет ориентироваться как стрелка компаса. Он указывает им направление движения и сообщает им, где они находятся в данный момент. Так им нужно знать, в каком направлении они движутся. Но они также должны знать, где они находятся в любой момент своего путешествия. После того, как черепаха попадает в места кормёжки, довольно часто она остаётся там 10 и более лет, пока не достигнет зрелости. В зависимости от вида взрослая черепаха может весить от 35 килограмм до 1 тонны. И когда черепаха готова к размножению, она берёт курс на побережье, где родилась. На протяжении всего обратного пути черепаха снова будет полагаться на свой внутренний компас и карту. Чтобы найти дорогу домой, черепаха следует координатам, которые она запечатлела в начале, годами ранее, но на этот раз в обратном порядке. Затем, когда черепаха добирается до суши, она определяет конкретное местоположение своего родного пляжа с помощью другого навигационного средства — своего обоняния. Черепахи на самом деле могут распознавать определённые метки, то есть химические вещества в воде, которые, возможно, попали туда с побережья гнездования — молекулы, ила или отложений. Они должны были где-то зафиксировать эту информацию, но затем, когда для них после 25 лет приходит пора вернуться на побережье гнездования, наступает тот самый момент, когда эта информация должна вернуться в мозг и сказать «Хорошо, вспомни эти запахи, вспомни эти молекулы 25- или 30-летней давности, и сейчас самое время задуматься об этом и начать искать эти сигналы». И это может быть ещё одним средством для черепах по мере их приближения к побережью гнездования распознать, что они находятся в правильном месте. Каждый год это зрелище разыгрывается на тропических побережьях по всему миру. Одна за другой взрослые самки выползают из океана на берег, где они появились на свет. Они будут выкапывать гнезда и каждая откладывать сотни яиц, затем вновь возвращаться в море, чтобы следовать внутренней карте обратно в свои места кормёжки, согласно миграционному циклу, который они повторяют десятки раз в течение следующего полувека. Как учёному мне нравится задавать вопросы о причудливо сконструированных системах и искать ответы на них, пока мы не придём к какому-то выводу. Черепахи, тем не менее, находят свой путь иногда с точностью до нескольких метров от того места, где находится их место гнездования. КОНЕЦ Лосось, безусловно, является символом Тихоокеанского северо-запада. Когда вы смотрите на то, что проделывает Лосось, на невероятное путешествие, которое он предпринимает, начиная с текущего океана реки протяжённостью в тысячу километров или более, а это все возможности для того, чтобы не возвратиться, а затем находящего обратный путь к устью реки. Путешествуя в некоторых случаях на сотни километров вверх по речной системе и получая травмы и повреждения, он просто терпеливо продвигается вперёд, чтобы найти тот единственный приток, где он собирается отложить яйца. Это действительно невероятно. Ихтеолог Глен Гаттелли посвятил большую часть своей работы сохранению Тихоокеанского лосося и изучению его жизненного цикла. Существует пять видов рыб, и для каждого из них новое поколение начинается в гравийных руслах рек и ручьёв на северо-западе Соединённых Штатов и Канады. Во-первых, самка будет рыть ямку, углубление в гравии, место для откладки яиц, которые сразу же оплодотворяются самцом. Потом самка немного продвигается вверх по течению и роет ещё одно углубление, покрывая гравием из него предыдущую ямку, расположенную ниже по течению. Самка может сделать так три или четыре раза. Таким образом, гнездо на самом деле содержит несколько карманов с яйцами. После появления на свет молодые лососи остаются возле гнёзд. Но в их родных протоках нет достаточного количества пищи, чтобы обеспечить их развитие до зрелого возраста. Чтобы лосось вырос в довольно крупную рыбу, которой он в конечном итоге должен стать, ему нужно больше пищевых ресурсов, чем доступно в этих маленьких ручьях. Поэтому лосось эмигрирует в океаны, начинает использовать все имеющиеся там пищевые ресурсы, растут и развиваются, чтобы снова вернуться и воспроизводить потомство в пресноводных реках. Готовясь к пребыванию в море, эти маленькие пресноводные рыбы должны адаптировать свой организм к тому, чтобы выжить в солёной воде. Затем попасть в океан, который они никогда прежде не видели. Путешествовать на расстояние в тысячи километров и найти обратный путь к месту, где, как им известно, они смогут успешно нереститься, к пластам гравия, где они родились. Для этой миграции требуются две сложные навигационные системы. Первая основана на остром обонянии лососе и его способности собирать информацию об окружающей среде, когда он направляется вниз по течению к Тихому океану. Молодая рыба в первую очередь запоминает все особенности места, где она растёт. И затем, когда она направляется вниз по реке к океану, она запоминает отличительные метки в разных притоках на своём пути. Лососи фиксируют окружающие запахи, запахи, идущие с водой, просачивающиеся сквозь почву в проток. Растения, которые находятся в реке, также имеют определённые запахи. Их запахи очень специфичны. Всё это записывается в банк памяти лосося. И по мере того, как рыба движется вниз по реке, в её мозг поступают и обрабатываются сигналы, формируя своеобразную карту. Когда лосось попадает в Тихий океан, эта химическая карта сохраняется. Годы спустя она будет активирована, чтобы обеспечить выживание видов. Во время своего пребывания в море рыбы образуют стаи и быстро растут, питаясь от щедрот морской жизни. На протяжении всей этой стадии миграции они путешествуют вдоль огромных дуг, направленных против часовой стрелки, которые могут простираться на запад на расстояние, равное половине расстояния до Японии. Затем, когда их репродуктивные системы станут полностью развитыми, они инстинктивно возвращаются к побережью. Это возвращение к точному месту их рождения начинается с жизненно важного выбора. После долгих лет в океане каждый лосось должен сначала определить устье нужной речной системы, которая в конечном итоге приведет его домой. Есть много рек, которые впадают в Тихий океан вдоль побережья Вашингтона и побережья Британской Колумбии, побережья Орегона. Все вместе они составляют сотни различных речных систем, из которых лосось должен выбрать одну единственную. Для этих лососей совершенно необходимо найти правильную реку. Реку, из которой они вышли в молодом возрасте. Теперь, подобно черепахам, они используют магнитную навигацию, чтобы вернуться в нужное место. Они запомнили магнитные координаты устья реки, из которой они вышли. И когда приходит время размножаться, они возвращаются по этим магнитным координатам. Каждый сентябрь миллионы особей лосося нерки собираются здесь, в устье реки Фрейзер в Ванкувере, Британская Колумбия. Три года назад они проплыли через эти воды, прежде чем попасть в Тихий океан. Теперь они вернулись, чтобы начать последний этап своей миграции. Путешествие, которое завершится появлением нового поколения. Когда лососи приближаются к магнитным координатам, которые сообщают им приблизительное местонахождение реки, из которой они вышли в молодом возрасте, как только они добираются до этого места, они начинают ощущать запах родной реки и двигаться вверх по реке, основываясь на химических метках, которые они улавливают своим обонянием. Эта химическая карта приведет многих нерок более чем на 480 километров вглубь к реке Адамс, притоку Фрейзера, к месту, где они родились. В среднем почти по 30 километров в день они неустанно двигаются вверх по течению. Чтобы добраться до Адамса, они потратят все свои силы, пробираясь через пороги и скалы в неглубоких руслах ручьев. Нерки настолько сосредоточены на своей цели, что после того, как покинули океан, они больше не питаются. Движимые инстинктом размножения, они следуют по пути, обозначенному молекулами запаха, который становится все сильнее по мере их приближения к дому. И затем лосось начинает двигаться вверх по реке и, похоже, воспроизводит все, что он зафиксировал, когда плыл вниз. Он двигается по этой карте, и затем, когда он поднимается вверх по реке, он вспоминает, что нужно плыть именно по данным притокам. И он должен, без сомнения, проходить через другие притоки, не имеющие конкретного запаха, который он ищет. Но в конце концов, он устремляется именно в тот приток, где он появился на свет, где начал свою жизнь. Биологическая технология, необходимая для распознавания этих химических сигналов, просто ошеломляет. Лосось постоянно анализирует свой маршрут, проверяя молекулярный состав воды, попадающий в его ноздри. Выступы ткани в носовых полостях с обеих сторон головы рыбы формируют органы обоняния. Каждый выступ содержит полмиллиона плотно упакованных клеток. Многие из них снабжены ресничками, которые простираются в воде, как антенны. В эти реснички встроены обонятельные рецепторы — молекулярные устройства, которые помогают определить специфические химические вещества в жидкости. В воде присутствуют молекулы пахучих веществ. И в разных протоках содержатся разные комбинации этих веществ. Существует связь типа «замок-ключ» между определённым видом пахучего вещества и определённым видом рецептора. Каждый тип этого вещества имеет характерную форму и состав. Когда молекулы проходят через носовую полость, они контактируют с ресничками. Если молекула вещества не подходит к структуре рецептора, то она не воспринимается. Но если структура подходящая, молекула плотно прикрепляется к месту связывания. Форма молекулы должна идеально подходить, и распределение заряда должно быть абсолютно правильным. И в этом случае она подходит как перчатка к руке. И вот тогда начинается каскад сигналов. Эти соединения вызывают электрические импульсы, которые сразу же передаются по нервным клеткам, выходящим из полости. Сигналы идут через лабиринт проводов, соединенных с обонятельной луковицей в мозге, биологический распределительный щит, который обрабатывает поток информации об окружающей лосося среде. Внутри луковицы сотни приемников интерпретируют и упорядочивают эти данные. Затем отправляют их в другие области мозга, в которых эти данные сравниваются с химической картой, составленной годами ранее, когда молодой лосось Нерка впервые отправился в море. Вероятно, они могут обнаружить одну молекулу пахучего вещества порядка нескольких частей на миллиард. Может быть, нескольких частей на триллион. Кто знает наверняка? Что мы действительно знаем, так это то, что они воспринимают общий сигнал. И если сигнал идеально вписывается в память, то рыба знает, «Это та самая река. Это то место, куда я собираюсь плыть». Через 17 дней после выхода из Тихого океана лосось Нерка достигает озера Шусваб и устья реки Адамс. Здесь они отдыхают, прежде чем сделать свой последний рывок к гравийному дну, где они появились на свет четыре года назад. С воздуха вдоль берега видна качающаяся стена из лососей. Тысячи рыб проследовали по одному и тому же химическому следу, чтобы достичь входа в эту дельту. Их история сейчас находится в нескольких часах от завершения. В янтарном сиянии канадской осени нерки рассеиваются на 12 километров по мелководью. Это идеальное место, чтобы строить свои гнезда, откладывать и оплодотворять яйца и обеспечивать появление нового поколения. Точность системы навигации, которую используют лососи, когда направляются вверх по течению, кажется почти невозможной. Буквально миллионы из них успешно совершают эти путешествия и размножаются. Так что мы видим, как весь цикл повторяется снова и снова. Я в восторге от этого. То, что мы видим, есть в произведении интеллекта. И это совсем не то, чего мы могли бы ожидать от неуправляемого процесса. 6, 5, 4, 3, 2, 1. МДС, мы имеем огнение, мы имеем лифт-офф. 5 сентября 1977 года космический аппарат «Вояджер-1» был отправлен с миссией исследовать дальние области нашей Солнечной системы и межзвездного пространства. «Вояджер» был оснащен множеством научных приборов и имел послания с Земли для остальной Вселенной. Позолоченный диск с отпечатанными на нем изображениями и аудиозаписями, которые иллюстрировали разнообразие жизни и культуры на нашей планете. В этих космических посланиях было 116 фотографий, приветствия на 55 языках и подборка из популярной музыки и различных звуков. Среди них был и впечатляющий рефрен из морских глубин «Песни горбатого кита» Я думаю, что решение включить эти песни в космическое послание отразило, насколько они популярны здесь, на Земле. Действительно, в 1971 году компания Capital Records выпустила альбом. Он разошелся миллионным тиражом, и киты стали рок-звездами, и с тех пор они очаровывают ученых и широкую публику. Эти песни громкие, длинные и одни из самых сложных вокализаций в животном мире. Так поют только самцы горбатого кита и всегда с плотно закрытыми ртами, так что, строго говоря, они гудят. Песни могут длиться от трех минут до более получаса и повторяются почти в точности в сеансах, которые часто продолжаются в течение нескольких дней. Если один кит исполняет вариацию на определенный мотив, другие киты, находящиеся поблизости, копируют ее. Песни могут путешествовать и быть услышанными за тысячи километров от их источника. Структура песен может кардинально меняться из года в год. Популяция горбатых китов в Тихом океане, Атлантике и Карибском бассейне создают новые композиции, которые уникальны для конкретных мест обитания. И, как правило, песня имеет от четырех до двенадцати различных мотивов. После более сорока лет исследований так и не стало до конца ясно, почему все-таки поют киты. Ученые давно предполагают, что песни являются брачным зовом во время ухаживаний. или, возможно, являются чем-то типа сонара, помогающего определить и отследить местоположение ближайших китов. Но пока эти загадочные песни остаются тайной, другие особенности поведения горбатых китов и их анатомия изучены гораздо лучше. Горбатый кит — одно из самых крупных животных на Земле. Взрослые самки достигают в длину пятнадцати метров и весят от сорока до пятидесяти тонн. Они могут жить больше ста лет. В теплых тропических водах каждые два-три года самка рождает одного детеныша. Киты дышат через двойные дыхала, которые выбрасывают двойной поток брызг, видимый за километры. Затем они быстро вдыхают воздух в объеме достаточном, чтобы заполнить пару легких, каждая из которых размером с небольшой автомобиль. Горбатый кит, когда ныряет, может задерживать дыхание до сорока пяти минут. Их брюшная сторона покрыта бороздками, идущими от пупка к подбородку. Эта конструкция, похожая на аккордеон, позволяет горбатым китам расширять свою глотку при потреблении огромного количества воды во время питания. У китов нет зубов. Зато они фильтруют воду, отсаживая 22,5 килограммов криля или мелкой рыбешки с каждым глотком. Горбатые киты имеют массивные плавники, самые крупные из всех животных. У китов они выполняют роль солнечных коллекторов. Это особенность, помогающая регулировать температуру тела. Их мощные хвосты легендарны. В поперечнике хвост составляет 4,5 метра и помогает китам погружаться на глубину более двухсот метров. Величественный, захватывающий дух. Можно использовать любое количество прилагательных, но в конце концов не хватает слов. Вы должны находиться там, стоя в лодке и смотреть на них. Они такие же длинные, как городской автобус. Знаете, вот они кормятся под водой, поднимаются на поверхность. Как это можно описать? Это чувство настоящего чуда всеохватывающее, и наше восхищение крупнейшими существами в истории Земли привело к тщательному исследованию их происхождения. Это поиск, который является одновременно и символом эволюционной гипотезы Дарвина и вызовом ее состоятельности. Посмотрите на его особенности. Он теплокровный, у него молочные железы. Это определенно млекопитающее. Тем не менее, вся его жизнь проходит в воде, и это создает загадку для эволюции. Как такое могло случиться? Дарвиновское описание эволюции китов хорошо известно. Четвероногое наземное млекопитающее размером с волка или овцу претерпевает ряд постепенных биологических изменений на протяжении миллионов лет. Я принимаю стандартный учебник за авторский вымысел. Когда вы смотрите на проблему сухопутных млекопитающих, которые оказались вообразим водной среде и должны осуществлять там все, включая размножение, то должны присутствовать вместе множество приспособлений. И это непостижимо сложно. Масштаб таких приспособлений должен быть огромным, включая перестройку черепа и мышц для перемещения ноздрей к верхней части головы, преобразование передних конечностей в плавники, перестройку скелета, включая шаровой сустав, который позволял бы хвосту двигаться вверх и вниз, преобразование нескольких десятков зубов в сотни пластин со щеткообразными волокнами по краям. Реорганизация тканей почек для приспособления к приему соленой воды. Легкие, значительно увеличенные и перестроенные, чтобы выдерживать сильное давление при глубоких погружениях. Включение жирового слоя для теплоизоляции в холодной воде. И модификация ушей, глаз и кожи для эффективного функционирования в водной среде. «Просто подумайте обо всех отличительных особенностях, которые необходимо изменить, а затем умножьте это на тысячу или больше. Вот масштаб проблемы, с которой вы имеете дело». В соответствии с эволюционной гипотезой Дарвина, наиболее важную адаптацию должна претерпеть мужская репродуктивная система. Чтобы оптимизировать подвижность кита в воде, его репродуктивные органы должны быть перемещены от наружной поверхности туловища животного, внутрь брюшной полости. Но чтобы произвести сперму, семенные железы должны охлаждаться и сохранять температуру более низкой, чем у тела. Если температуру не поддерживать низкой, не будет выработки спермы. Никак. И с точки зрения эволюционной гипотезы это тупик. Бесплодие означает тебя нет в гонке жизни, так сказать. Одним из необходимых условий естественного отбора является способность воспроизводить потомство. Не может быть естественного отбора, если нет репродуктивной способности. Если невозможно произвести сперму, невозможно дать потомство, невозможен и естественный отбор. Так что надо решить эту инженерную проблему. Когда самец горбатого кита плавает, он вырабатывает тепло, повышая температуру тела. Для предотвращения бесплодия в организме кита есть механизм охлаждения, встроенный в его кровеносную систему. В областях спинного плавника и хвоста, где нет теплоизоляции, кровь охлаждается, а затем переносится через сеть вен в брюшную полость кита. Здесь под слоем мышц сеть вен и артерии окружают семенные железы. Они расположены так, что кровь течет в чередующихся направлениях и тепло от артерии передается в более холодные вены. Этот перенос крови снижает ее температуру до безопасного уровня еще до того, как она попадает в органы воспроизводства. Это замечательное решение данной проблемы. Это красиво, анатомически сложно. Оно включает в себя то, что называется заимствование из латыни, чудесной паутиной артерий и вен. Но можете ли вы объяснить это каким-то плавным постепенным сценарием из учебника? Небольшое изменение, небольшое изменение, готовая структура? Нет, это не вписывается в дарвиновскую модель. На мой взгляд, вы смотрите на набор признаков, которые должны были составлять единое целое с самого начала. Я имею в виду, что это не постепенный тип изменений. Таким образом, система охлаждения имеет смысл, потому что есть внутренние репродуктивные железы. Однако внутренние репродуктивные железы бесполезны, если нет системы охлаждения. Вы не можете объяснить возникновение одного без другого. С 2001 года биолог Ричард Стенберг использует общепринятые данные, касающиеся скорости мутаций и популяционной генетики для изучения дарвиновской модели эволюции китов. Стенберг сосредоточил свои исследования на естественном отборе и вероятности согласованных мутаций, генетических ошибок в молекуле ДНК, необходимых для макроэволюционных изменений. Я имею в виду, что это игра в числа. Вы должны объяснить это с точки зрения ряда синхронных мутаций, которые должны идеально вписываться правильной комбинацией для того, чтобы изменить форму позвоночного столба, изменить мускулатуру, нервную систему, глаза, уши и так далее, и так далее. Итак, давайте представим себе, что трансформация, которую вы хотите осуществить, превращает ногу наземного млекопитающего в плавник водного млекопитающего, такого как дельфин или кит. Теперь мы рассмотрим набор требуемых мутаций. Допустим, у нас есть мутация А, которая влияет на кости. Подумайте о собственной конечности. Это не только костей, есть мышцы, сухожилия, а также нервы, связанные с ними поведение. Итак, посмотрим на список мутаций. Хорошо, у нас есть А, начало трансформации, но нам также нужны B, C, C, D, E, F. Таким образом, задача согласованных мутаций состоит в том, чтобы они могли согласованно работать вместе, сотрудничать и вызывать в пространстве и времени трансформацию с нужным результатом. Но знаете что? Эти мутации случайности в генетическом материале. Они происходят случайно. Итак, вы в основном полагаетесь на удачу и, скорее всего, вы промахнетесь мимо мишени на километр. В 2008 году исследователи в Корнельском университете рассчитали время, необходимое для случайной генерации единственной пары согласованных мутаций популяции крупных млекопитающих. Ричард Стенберг применил эти расчеты к своему продолжающемуся исследованию. И они пришли к выводу, что, конечно, вы можете получить эти две скоординированные мутации, но тут возникает проблема. Проблема, потому что вам необходимо, насколько нам известно, более 100 миллионов лет, чтобы произвести только две согласованные мутации. Только две согласованные мутации, которые дали бы вам некоторые полезные изменения. И по моим расчетам, чтобы объяснить преобразование, которое вы видите, вам понадобится намного больше двух мутаций. мутации, Если две согласованные мутации возникают в популяции млекопитающих только раз в миллион столетий, то из праха земного восстает серьезная угроза дарвиновской модели. Согласно самым широким интерпретациям летописи окаменелости теоретически самые большие сроки эволюции от наземного животного до кита это 9 миллионов лет. Это только часть от 100 миллионов лет, необходимых для естественного отбора, чтобы произвести одну пару согласованных мутаций. И это только одно из бесчисленных анатомических изменений, которые нужны для успеха естественного отбора. Поэтому, когда вы просто подключаете математику и есть разные способы сделать это, то у вас получается, что вы превысили время, которое предоставляет вам геологическая летопись. И тогда вы начинаете говорить «Хорошо, вот теперь я собираюсь опираться на эти согласованные изменения». Но время вышло. И это все, игра окончена. Вам не нужно иметь ученую степень по математике или популяционной генетике, чтобы понять, к чему это приведет. Даже если я дам вам миллионы и миллионы лет. 5, 10, 50 или 100 миллионов лет. Чтобы осуществить эту трансформацию, вы все равно столкнетесь с этими очень реальными ограничениями со стороны численности популяции, скорости мутаций, времени жизни одного поколения и количества особенностей, которые должны быть изменены. Если рассматриваемый процесс не собирается происходить, он и не произойдет. И на самом деле не важно, сколько у вас времени. Вы можете брать столько времени, сколько хотите. Если это превращение произошло, то не благодаря неуправляемому дарвинскому процессу. Биологически это просто невозможно. дарвинизм дал объяснение появлению дизайна и утверждал, что дизайнера нет, или если хотите дизайнер это естественный отбор. Если это не так, если естественный отбор не объясняет факты, то другое объяснение заключается в том, что вещи выглядят спроектированными, потому что их спроектировали. И эти проекты представляются просто слишком эффективными и слишком совершенными, чтобы их мог составить какой-то случайный механизм. Во время подводного плавания с моими дочерями у побережья Мексики несколько лет назад мы видели всех этих тропических рыб. И это просто высшая бескорыстная пышная красота. Это огромное полотно невероятной морской жизни. И это притягивает меня к дизайну. Почему? Что приводит к выводу о дизайне? Что наводит на такое умозаключение? То, что приводит к этому заключению это свидетельство планирования, свидетельство предвидения, свидетельство всеобъемлющей организации, которое может создать только разум. Данные генетики молекулярной биологии и множество других областей науки доказали невозможность принять для объяснения неуправляемые естественные причины. И если наука это открытый поиск истины, независимо от того, к чему ведут получаемые свидетельства, тогда какая разница, если они приведут к разумной причине? Я хочу понять этот мир. Я хочу знания. Я хочу знать истинную картину мира и предположения о том, что живые существа не являются случайно собранными структурами, но что в них заложена рациональная логика, это предположение чрезвычайно полезно для получения знаний. И если это то знание, которое вы хотите получить, то именно в данном направлении вы должны идти. Все, что вам нужно, это открытое сердце, открытые глаза и открытый разум, и следы дизайна, которые присутствуют в природе, будут понятны для вас. Безошибочно. Они повсюду. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова